Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня буду говорить о послании Иуды. Это всего одна глава. Она очень похожа на второе послание Петра, вторая и третья глава особенно, где тоже говорится о лжеучителях. Интересно, что у Иуды есть такие некоторые оттенки, когда он говорит о них и говорит о том, как должны мы жить. Я прочитаю от начала. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом, Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел замнужное написать вам увещевание, подвязаться за веру однажды преданной святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, это брат Иисуса Христа. Наверное, младший из всех братьев он называется братом Иакова, но Иисуса он называет Господом. Наверное, тоже прошло небольшое время, пока этот брат Иисуса Христа увидел, что Иисус Христос это Бог. Это трудно в семье было. Я представляю, поэтому вначале не видно, что они следовали братья за Иисусом Христом, но когда они увидели его смерть, его воскресение, когда они познали его вот таким, какой Иисус есть, то здесь и Иаков, и Иуда называют Иисуса Богом. Что за ругатели опять здесь? Вкрадчивые люди, которые пришли, он их позже называет в этом тексте наглыми ругателями. Это люди, которые проникли в среду верующих, которые говорят, пишут и учат. Интересно, что это за люди? Он говорит, это нечестивые, обращающие благодать нашего Бога в повод к распутству, отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Их суть в том, что они свою жизнь на земле ведут распутно. Для них важнее они сами, чтобы они жили так, как им хочется. И под это они подстраивают свое учение. Они отвергают единого владыку Бога. Единого. Вы знаете, по тем временам были много учений, где много разных богов. Одни говорят одно, другие говорят другое. Нет, Бог единый. И именно в Иисусе Христе мы получаем спасение. Они отвергают это. Что интересно? Бог сын и дух святой. И дальше в этой же главе он говорит, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы возлюблены, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым, сохраняете себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Это люди, которые не имеют духа Божьего. Но вы, он обращается к тем верующим, которые, так сказать, должны сохранить веру, веру, которая переда нам через апостол, через Иисуса Христа, через то, что, так сказать, мы знаем, потому что спасение только в этом имени. В имени Иисуса Христа, которого Бог Отец направил на эту землю, чтобы Он спас людей своей смертью, простив все грехи и воскресением тем, чтобы все могли воскреснуть к новой жизни и жить с Ним. Интересная деталь. «Молясь духом святым». Когда мы читали у Петра, Петра, да, 1-й, 5-й, 4-й, 7-й стих, говорит так, что «Бодрствуйте, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Здесь он добавляет такую деталь «молясь духом святым». И он отвечает тех людей, о которых и Петр говорит очень многими словами, похоже, как и Иуда, но он говорит, они не имеют духа. И вот это для меня очень важные и важные оттенки – молиться духом святым. То есть благоразумно, бодрствуя в молитвах, но еще и духом святым, то есть ты здесь слышишь духа святого, он присутствует в этой молитве, он дает тебе слова, которые ты молишься. И все это очень важно, очень важно. Это благоразумная молитва, это молитва бодрости, это молитва, ну, как к живому человеку, которому ты рассказываешь, говоришь, получаешь от него ответы, то есть вот такая молитва. И это так связано все, мы молимся Богу через Иисуса Христа и молимся духом святым. Это так важно. Те же учителя, о которых он пишет в этой главе, они не имеют духа. То есть они не родились от воды и духа, они не получили рождение свыше, у них нету этой тесной связи с Богом через духа святого. Не знаю, здесь для меня и важно учение о триединстве Бога. Именно Бог, Отец, Сын и Дух Святой – это единство. Только мы их воспринимаем, так сказать, вот в трех лицах. Бог, который послал своего Сына, который сделал этот план, который все продумал. Сын, который спас нас в своей смерти и воскресении. И Дух Святой, который руководит нами в этой жизни, живет в нас, и мы молимся этим Духом Святым. Спасибо, Господи, за вот это послание Иуды, который внес вот эти важные-важные коллективы. Аминь.